Районный турнир по армспорту памяти Евгения Федякина является определенным стартом в сезоне. Здесь пробуют свои силы новички, оттачивают мастерство опытные спортсмены. Соревнования проходят шестой год и за это время сборная района по армспорту достигла хороших результатов. Подробности у моих коллег. Как всегда в Азии живые цветы, а вот количество грамот и медалей только возросло. Мама Евгения Федякина, мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу, дополнила экспозицию. Пора найти ей постоянное место. Сейчас женщина в переписке с чиновниками, но пишут ей те, кто хорошо знал Женю. Наши леневские спортсмены Кем Алексей написал, что знал Женю целеустремленного человека, потому что человек, который справился с такой болезнью и добился таких результатов в спорте, это просто подвиг. О достижениях сына она рассказывает в школах детям. У него даже берут автографы. Но в этот раз ребят младше 17 на соревнованиях нет. Организаторам порекомендовали поднять возрастную планку. Не двигаться! Внимание, марш! С каждым годом наши спортсмены прибавляют в мастерстве. На 35-х сельских играх команда из Кахимского района впервые за долгие годы стала второй в общекомандном зачете и дала двух серебряных призеров в личном первенстве. Среди них Владимир Кошелев, еще ни разу не пропустивший районный турнир. С детства любили бороться на руках с ребятами. И все, и так и пошло, поехало. Потом начали тренироваться. Соревнования – это итог всех тренингов. Иначе смысл тренироваться, если на соревнования не ездить. Потому что все проверяются, все возможности, все, что достиг. Потенциал у команды есть. Я думаю, что вот эти районные соревнования и внутри, когда мы проводим в Спартакеадах, они как бы дадут толчок и будут появляться звездочки. Я думаю, что и когда-нибудь мы все-таки мастеров спорта из Черепанова обыграем. Армспорт в Истинском районе будет жить и развиваться, уверен Алексей Несговоров. Так улыбинской команде уже пообещали предоставить инвентарь для занятий, который в этом виде спорта много значит. А когда еще есть пример несгибаемой воли и силы духа, достойный результат обязательно будет.